Приветствую вас. Конечно, можно предположить, что те события в мире, которые произошли, я, естественно, про пандемию говорю, коронавируса, которая была в начале двадцатого года и которая, собственно, продолжается до сих пор. В той или иной степени проблема еще не решена. И про то, как она повлияла на жизни многих людей, кто-то остался в изоляции без возможности выехать, кто-то остался где-то в другом месте без возможности вернуться. Какие-то пары оказались разлучены на долгое время, какие-то пары оказались наоборот, помещены в ограниченное пространство, из-за чего у них начали возникать конфликты и ссоры. То есть тут, конечно, вот в современном, на данный момент можно ко всем факторам, которые обычно присутствуют, добавить еще и этот фактор. Но сами вы о нем не говорите, об этом факторе. Как бы мне с твоей стороны тоже достаточно надеянно, наверное, полагать, что в этом дело. Поэтому давайте будем исходить из того, что либо у вас обоих есть некоторые проблемы вовне, которые вы не можете решить, негативную реакцию от которых вы привносите в отношения. В данном случае я бы сказал, что проблематика заключается в реакции на проблемы. То есть, ну, зачастую проблемы просто ображают нам наши собственные сложности, наше собственное какое-то противоречие внутри, наши собственные слабости. Вот. И, собственно, за счет внутреннего конфликта, вот, проблема становится проблемой. Потому что, в принципе, ну, с объективной точки зрения, везде набор каких-то вот таких небраских трудных моментов, он, в принципе, один и тот же. Вот. Там различаются только степень интенсивности и частота. Вот. И как бы не всегда получается, там, подобрать людей по своим способностям, характеру, темпераменту, типу личности, подходящих под конкретную чистоту и интенсивность проблематики. Вот. Поэтому в этом случае нужно просто посмотреть, что за проблема. У вас, ну, у вас, молодого человека может быть. Ну, в вашем случае, вот, как и у вас, проблемы могут быть не касающиеся вообще вот этой ситуации, которую вы описали. И, может быть, ну, посмотреть, какие проблемы у молодого человека, чтобы как-то вот, ну, более полно, да, более цельно увидеть вот то, что происходит. Потому что сейчас вы видите как бы такую, знаете, часть проблемы, то есть вы видите самую-самую очевидную ее часть, вы видите вершину, грубо говоря, а вершина есть другая. Вот. Все остальное, все остальное, все остальное вы не видите. То есть вы видите то, что человек вот уже прям на, так сказать, вершине, да, на поверхности своей внутренней работе, как бы демонстрирует, демонстрирует. Но результат этой, результат этой работы, это не основная работа. А главное, это все-таки работа. Человек. Ну, то есть его, ну, его внутренняя работа. И то, что вы не видите внутренней работы, то, что вы видите только внешнюю, самую вот такую поверхностную ее часть, говорит о том, что, ну, наверное, своего партнера вы не знаете. Не знаете вы настолько хорошо, чтобы вот понимать, что, да, человек говорит там про одно, а на самом деле его волнует там другое, да. Вот. То есть, ну, обычно это вполне нормально для пары, где вот люди там действительно интересуются внутренним миром друг друга. Вот. Или у кого-то есть такая возможность, способность интересоваться внутренним миром друг у друга. Ну, или просто друг у другого. Не указываю, такая возможность есть. И тут мы переходим ко второй такой достаточно серьезной проблематике. Это проблематика восприятия. То есть, мне показалось, вот мне показалось, что вам, ну, что вам достаточно неплохо вместо, когда вы взаимодействуете в относительно стерильной среде и только как мужчина и женщина. Но, когда среда не стерильная, то есть, когда появляются, по-моему, третьи лица, или когда требуется взаимодействовать как-то еще, помимо представителя своего пола, да, то есть, помимо гендерного среза поведения. То есть, отыгрывать какую-то еще роль, кроме, кроме гендерной, тут вот начинается проблема. И основания для, вот, тяготения к гендерной позиции и выстраивания, соответственно, отношений только на гендерной позиции. Основания могут быть самые разные, вот, но совершенно точно, что делаете вы это неосознанно, потому что именно вы, лично вы, Анастасия, делаете это неосознанно, потому что вы не готовы расплачиваться, а то, что вы описываете, это именно расплата за те отношения, которые вы выстраиваете. Вот. Это, к сожалению, достаточно незрелые отношения. Вот. Невзрослые. То есть, без элемента взрослого здесь они выстраиваются. Следующее. Молодой человек вас унижает, вы чувствуете себя униженной. Напоминает немножечко статомазохистические отношения, когда один партнер в глубине души считает, что его нужно наказывать за что-то, считает себя неправильным, да, достойным наказанием, и подсознательно выбирает таких партнеров, которые будут относиться к нему вот именно таким образом. При этом головой человек понимает, что такое поведение неприемлемо, пытается от него избавиться, но, как бы, подсознание человека ведет. Бывает и страх какой-то остаться одной, страх быть брошенной, заниженная сынооценка, уверенность себе. Вот это тоже, да, желание угодить. Это тоже, ну, как бы, приводит к такому отношению. То есть, понимаете, избавившись от отношений, выйдя из отношений, вы не решите проблему того, что вы, в принципе, унижаетесь. Вот как происходит унижение? Унижение – это деформация, ну, как бы, деформация личности, деформация я. То есть, я чувствую, что что-то происходит не так, я чувствую, что, например, ко мне относится не так, как я хочу. И я, значит, пропускаю это в себя, то есть, я, ну, воспринимаю, как серьезный, значимый аргумент человека, когда он меня унижает. Это с одной стороны. С другой стороны, я веду себя так, как будто этот аргумент имеет место быть. Хотя я так не считаю. Хотя я считаю, что так со мной нельзя, например. Да, то есть, вот это вот принятие во внимание вот этих элементов поведения, которые для вас неприемлемы и являются нарушением личных границ, деформации личности. И вот довольно, знаете, ну, конечно, это не забавная история, это достаточно печально, но тоже элемент какой-то комичности здесь присутствует, когда человек говорит, вот как он, там, или она посмел меня, там, или посмел унизить, да, типа, наговорил мне кучу ужасных вещей, какой он негодяй, там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот человек изо всех сил пытается представить, да, что тот, кто его унизил, он вообще-то, там, глупый, ничего не понимающий, там, примитивный и прочее. Но при этом сама реакция человека, она ведь говорит о том, что его слова, слова того, кого он пытается принизить, оказывают существенное влияние на него самого. Значит, воспринимается им всерьез. А значит, человек допускает, что они могут быть правдой. И это уже свой, это уже его собственный конфликт, за который ответственность, эээ, человек, брат, не хочет. Проще обвинить другого. Проще, там, принятие другого, агрессию выплеснуть, и всё. Значит, и сказать, что это вообще-то это ты виноват во всём, вот ты виноват, что мне так плохо, ты виноват, что мне так тяжело, и так далее. Ну, в итоге проблемы всё равно не решаются. Как не решается, например, проблема личной выгоды от этого человека, вот. А личная выгода, это избежать ответственности в данном случае. Вот и вы тут, вот и вы тоже, на мой взгляд, избегаете ответственности и не хотите посмотреть на себя, на ваши субъективные причины для нахождения в таких отношениях. В принципе, гармонизировать можно любые отношения, если есть желание, ну, хотя бы одного партнёра. Обратите внимание, что вы не задаёте вопрос, то есть вы пишите только свои мысли, но вы не задаёте вопрос нам. Поэтому подумайте, пожалуйста, над тем, в чём вы хотите получить помощь, то есть запрос к психологу сформулируйте. Вот. Этот запрос послужит основанием для вашей психотерапии. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...